Ребят, всем привет! С вами Дива Добро пожаловать на мой канал! Сейчас мы с вами посмотрим видосик от доктора Гнуса «Падение с высоты без парашюта. Как, собственно, выжить?» Мне кажется, тема довольно интересная и местами, наверное, даже полезная. Но, знаете, всякие ситуации всё-таки бывают. Не знаю, как вы, а лично я с парашютом-то как-то падение с высоты не особо освоила, знаете. Не было у меня такого опыта. Вот, а тут без — это, как бы, такой, знаете, уровень hard, наверное. Ну, наверное, ну, как бы, да. Вот, всё. Лайкосик, подписочка, колокольчик, в комментариях напиши. Может быть, ты прыгал когда-нибудь с парашюта? Или без? Нет, я думаю, всё-таки с парашютом более актуальная тема. Ладно, поехали смотреть. Ну, как вам мой новый самолёт? А чё такие напряжённые? У вас всё хорошо? Так. Комфортно? Ну, замечательно! Итак, вы набрали высоту, теперь 200 метров. Можете откинуть спинки кресел и принять удобное положение. Прежде чем мы начнём эксперимент, небольшой инструктаж. Мы должны доказать, что если у кого-то что-то получилось, то это что-то можно повторить. Другими словами, ваша задача — выжить. Выжить. Вопросы есть? Отлично! Мод по жизни выжить. Всё, погнали! В 1972 году пассажирский самолёт, летевший из Копенгагена в Загреб, стал жертвой террористического акта. На высоте 10 160 метров самолёт взорвался и развалился на части. 23 пассажира и 5 членов экипажа оказались в состоянии свободного падения без парашютов. Погибли все, кроме молодой 22-летней стюардессы, которая решила сломать систему и выжить. Конечно же, она очень хорошо поломалась и лечилась после катастрофы 16 месяцев. Но самое поразительное то, что после всего пережитого она снова вернулась на работу стюардессой. В 1985 году её имя Весна Вулович было внесено в Книгу рекордов Гиннеса, как выживший человек с самой большой высоты без парашюта. Ну, а у нас что? Есть выжившие? Вам не особо. Вот засада. Самолёт жалко, хотя цвет был не очень. Давайте возьмём высоту пониже. 7000 метров. Иван Чисов, штурман бомбардировщика ДБ-3Ф. В 1942 году мистер Шмидт и расстрелялись на метке бомбардировщик. По приказу командира весь экипаж составит трёх человек, покинул в воздухе боевую машину. Однако у Ивана не раскрылся парашют. Вот, казалось бы, всё. Пиши, пропало. Страшный сон людей, которые собираются прыгать с парашютом. Нет! Чисов упал на крутой склон оврага, которого долго катился постепенно останавливать. Вплоть до огромного сугроба внизу. Иван тоже сильно переломался, но вылечился и после стал преподавателем в военном училище. Вы поняли? Цельтесь на какой-нибудь обрывистый склон. Будете тормозить по касательной. Ну-ну-ну-ну! Пошло-пошло! Нет! Не смог! Ну что там? Лавина, да? Тогда не считается! Давайте ещё ниже! Да, в смысле? Он же выжил! Пять тысяч пятьсот метров! Лавина, это как бы не запланированная. Николас Мелкимейд, стрелок британского бомбардировщика. В 1944 году немецкий самолёт расстрелял заплутавший бомбардировщик, который загорелся в воздухе. 21-летний сержант был охвачен огнём и решил, что лучше разбитая землю в лепёшку, чем заживо сгореть в самолёте. Открыл люк и выпрыгнул из самолёта без парашюта. Но не тут-то было. Он упал на заснеженные сосны, которые замедлили его скорость, а в конце шмякнулся на мягонький сугробик. Получив царапины и небольшой вывих ноги, он встретился с немецким патрулём, который, мягко сказать, прифигел от увиденного, но всё же взял Николаса в плен. После плена и окончания войны Николас вернулся домой, женился и работал на химзаводе. Не знаю, насколько были плотные сосны в 44-м, по сравнению с нынешними, но мне кажется, главное, чтобы снега хватило. Как-то... Выжившие есть? Нет, сосны точно уже не те. В 1981 году на высоте 5220 метров пассажирский самолёт Ан-24 столкнулся в небе с военным бомбардировщиком Ту-16. Молодая студентка Лариса Савицкая спала на заднем кресле в момент столкновения. Проснувшись, она крепко схватилась за кресло и вместе с куском фюзеляша упала на берёзовую рощу, где провела ещё два дня, пока её не нашли спасатели. Лариса потеряла все зубы, сломала руку, ребра, получила сотрясение мозга и травмы позвоночника в пяти местах. Однако она плюнула смерти в лицо и смастерила из обломков самолёта шалаш, где жила и оплакивала своего мёртвого мужа, пока ждала спасателей. Восстановившись, Лариса вернулась к обычной жизни, а также дважды была внесена в российское издание «Книги рекордов Гиннеса» Как человек, выживший после падения с максимальной высоты, и как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба. 75 рублей. При том, что если бы она погибла, то родственники получили бы компенсацию в 300 рублей. Так, стоп! Это вы хотите два самолёта столкнуть? Не, я знаю вас. Только деньги на ветер. Садитесь все в пассажирский самолёт и прямиком в грозовой фронт. Детали по дороге расскажу. 3200 метров. 24 декабря 1971 года. Пассажирский самолёт, летевший над джунглями Южной Америки, попадает в грозу и получает удар молнией в крыло. Топливо в баках загорается, самолёт теряет крыло и разваливается в воздухе. 17-летняя Джулиан Кёпке вместе с рядом кресел начинают падать прямо в джунгли с огромной высоты. Но густые вески Ильяны останавливают девушку на креслах, и она выживает. Получив множество переломов и ушибов, Джулианна ждала спасателей. Однако из-за густых джунглей её не видели спасатели с воздуха. Собрав силы в кулак, девушка сама пошла вниз по ручью и только на девятые сутки после катастрофы она встретила людей, которые оказали ей помощь. Из 86 пассажиров и 6 членов экипажа выжила только Джулиана, хотя сразу после катастрофы ещё 14 человек пережили падение с большой высоты. Но получив более серьёзные травмы погибли в последующие дни. Слав у меня на вас нет. Я же сказал, что самолёт летел... Я так и думала, что джунгли это всё-таки опасно, местность ещё и трудно добраться до кого-либо. Пахать джунглями! И Джулиана падала в густые джунгли! А, вы мне только ещё один самолёт сломали, почём зря! Эх, да, я слышал печальную новость о моём самолёте. Очень жалко. Он мне нравился и цвет был хороший. Есть выживший? Серьёзно? Как, как он выжил? А, на парашюте спустился. Понятно. Я думала, не сел самолёт. Скажите, вы сможете его отправить на небеса к ангелам? Ну да, вы на такое не подпишетесь. Жаль. Хорошо. Вы тогда, главное, не отпускайте его никуда. Мы сами решим это недоразумение. Ну а вы пока подписывайтесь. Мы поняли. Мы всё поняли. Без резких движений подписываемся. Просто, да. Без резких... Тихо-тихо. Жизнь, как вода. Течёт и ути... Напугал. Ну и что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Ссылочка на оригинал будет в описании. Я надеюсь, вас это видео чему-то научило. Например, хвататься в кресло, если есть такая возможность. Я, честно говоря, не знаю, что можно делать в такой ситуации. Но что-нибудь пытайтесь делать. Потому что это доказывает, что даже если кажется, что ситуация, ну прям вообще безвыходная, шансик всё-таки имеется. Это относится не только к падающим самолётам. Блин, насколько это грустно падающий самолёт. Это очень грустно на самом деле. В общем, шансик на спасение всегда имеется. Так что держите эту мысль у себя в голове на случай важных проблем, ситуаций. Всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok